Индустриальные парки округа будут развиваться. На данный момент в Клину успешно работают несколько технопарков. Самые известные площадки АЖС и Попивина. На днях с рабочим визитом в муниципалитете побывали представители Государственной Думы. Были намечены точки взаимодействия и сотрудничества. 6 и 7 октября в Московской области состоится военно-патриотическая акция в память о подвиге кремлевских курсантов. За два дня участникам марша предстоит преодолеть в военном снаряжении 85 километров от деревни Никольской городского округа Клин через Новопетровское и Волкаламск по местам ожесточенных боев осени-зимы 1941 года. В этом году в одном строю с будущими офицерами и воинами западного военного округа впервые собирается пройти столичное студенчество. Старт акции 6 октября от деревни Никольская. Присоединиться могут все желающие. Клинские аграрии завершают полевые работы. По данным Управления перспективного развития местными животноводческими предприятиями практически завершена кампания по заготовке кормов на предстоящий зимний стойловый период. Заготовлено 15 тысяч тонн сенажа, почти 10 тысяч тонн силоса и более 3 тысяч тонн сена. Сбор картофеля продолжается, но другие овощи уже собраны. С 1 октября началась уборка кукурузы. Пожилым жителям сельской местности в Подмосковье помогут по хозяйству специальные мобильные бригады. Накануне губернатор области Андрей Воробьев проверил оснащение 26 автомобилей, которые приобрели в рамках нацпроекта «Демография». С 1 января по Подмосковью запустят 54 таких авто. Помимо домашних работ, члены бригад смогут провести первичный медосмотр и помочь с юридическими консультациями, оплатой квитанции и подачей заявлений на соцуслуги. А главное, они доставят пожилых жителей сел в медучреждения.